Продолжение следует... ...которые просто невозможно обойти стороной, и мы решили на эту тему повеседовать. Это, конечно же, известие о том, что константинопольский патриарх выразил свое согласие о, как сказать, автокефалии. Ну, не согласие, а, будем говорить, направил двух экзархов своих на Украину. На Украину. Да, на чужую каноническую территорию. Да, да, да. Будучи канонической территорией московского патриархата, туда как бы вмешался... Ну, это все равно, что, например, президент Трамп сейчас отправил бы двух губернаторов в Россию. Например, одного в Новосибирск, а другого, ну, куда-нибудь на Чукотку. Ну, да, соответственно, много возмущения происходит. Ну, с этой точки зрения вы сейчас расскажете вот эти вот все тонкости, конечно, Барюшка, я прям очень жду. Прямо, что в вашей стрессе... И потом мы коснемся еще исторической темы. Обязательно. Ну, в первейшую очередь, надо начать с того, что мы находимся под жестким международным прессом сейчас. И это еще одна ласточка из этой же голубятни, будем говорить так. Дело в том, что основная масса приходов Константинопольского патриархата находится в Соединенных Штатах Америки. Она есть по всему миру, но основная и самая доходная, приносящая большее имущество и прочее, все остальное, находится, конечно, в богатейшей стране, в Соединенных Штатах Америки. В Турции Константинопольский патриарх, это, ну, такой чуть постарше дворника, может быть, на побегушках у Эрдогана. Кстати, в прошлый раз, когда он собирался давать автокефалию Украине, это уже не первый раз. Путин с Эрдоганом переговорили этот вопрос, и он очень быстро успокоился. А теперь, видимо, получив определенные такие вот преференции и обещания от Порошенко, была карикатура когда-то, когда первый раз они хотели дать автокефалию Украинской Церкви, они идут мимо Киево-Печерской Лавры, и то ли Порошенко, то ли Кучма, еще прилили Янукович, указывая рукой на Лавру, говорит, это будет все твое. Вот. Ну, естественно, понимаете, когда-то в свое время Борис Годунов предлагал Иеремии остаться в Москве, а теперь получить такой город, как Киев, для нынешнего Варфоломея, конечно, было бы тоже очень интересно. Это первая ласточка. Вторая ласточка, то, что, несомненно, все они являются сотрудниками, а может быть, даже оплачиваемые ЦРУ, это тоже несомненно. И еще один факт очень важный в том, что помимо украинских территорий, украинской православной церкви, они намереваются заграбать еще одну вещь. По распоряжению Сталина в 46-м или 47-м году, патриарх Алексий, ну, еще не, Сергий уже умер, Алексий Первый Семанский дал так называемую автокефалию американской православной, русской православной церкви. То есть это то, что в РПЦЗ входит? Да, нет, она не входит в РПЦЗ. Это была митрополия русской православной церкви, которая на Аляске, потом дальше потихоньку в Канаде и в Соединенных Штатах Америки имеет до сегодняшнего дня много приходов. Это большая, она имеет много храмов, это большая церковь, она не эмигрантская, она была еще при царе Горохе. То есть это была митрополия русской православной церкви, как Аляска. При царях, она была при царях, да. Просто Сталин, опасаясь вот этих междуцерковных связей и шпионажа, приказал дать ей автономию, полную, то есть ее освободить от попечения русской православной церкви, а сделать американскую православную церковь. Я прошу здесь еще раз уточнить, значит, вот эта вот русская православная церковь, которая идет, как вы выразили, от царя Гороха, она из тех самых. А РПЦЗ это та, которая белая эмигрантская. Да, РПЦЗ это совершенно другой вариант, это когда образовавшая новую иерархию при побеге после революции, когда разорвалась возможность общаться с патриархом Тихоном Беловиным, всенародно избранным, началась среда патриарших наместников и людей, которые, разъехавшись по всему белому свету, свои иерархии основали. Ну и само РПЦЗ. Но это совершенно другое дело. Совершенно другое. Да, это митрополия русской православной церкви, ну вот как обычная митрополия, может в Африке быть, может в Америке, может где хоть в Питае, которой после войны дали автокефалию. Но ее не признал Константинопольский патриарх, и до сих пор она считается митрополией русской православной церкви. Она очень большая, серьезная такая. Ее, как бы, среди православных церквей мы считаем 15-й. А Константинополь считает, что их 14, и 15-ю вот эту митрополию нашу не признает. Так что я думаю, что будут еще очень серьезные поползновения на эту митрополию, которая сейчас называется русской православной церковью в Америке. То есть, ну, американской православной церковью она. А как они связаны с московским патриархом? Никак. Никак. Так же, как сербская, как бахарская, как иерусалимская. Это отдельная, самостоятельная, вот, после войны самостоятельная православная церковь, 15-я. Их всего 14 автокефальных церквей, а вот эта считается, как бы, 15-й, но не признаваемой Константинопольским патриархом. Да, это, как бы, я думаю, следующий будет кусочек, который будет попытаться отгрызть Константинопольский патриарх. Ну и, как бы, вы, конечно, я думаю, совершенно ясно понимаете, что такой перспективы, как сейчас у него, не будет, наверное, никогда у Константинопольского патриарха. Потому что разговоры о том, что он даст автокефальную церковь Филарету, или там еще кому-то даст, непонятно, кому давать эту автокефальную на Украине. Их ведь там три. Есть автокефальная церковь, есть киевский патриархат, и есть украинская православная церковь. Еще униаты есть, но они папе Римскому подчиняются. Причем украинская православная церковь Московского патриархата самая большая. Поэтому дать сейчас автокефалию Филарету и убивать, начинать выгонять из храмов... Кто, что возглавляет? Ну-ка, расскажите. Бывший митрополит киевский Филарет Денисенко в 91-м году, когда для меня это был определенный такой шок, я учился в семинарии, и разделился союз, и показывали вот этого Филарета по телевизору, как он выступал, что... Он претендовал на... Да, он, когда его не выбрали, и он устроил на Украине раскол, и забрал с собой довольно большую часть приходов, в основном в Западной Украине. В Восточной Украине его Южная практически не признала. Ну, несколько тысяч приходов, будем говорить из 10 тысяч приходов, вот они где-то несколько тысяч, полторы-две тысячи филаретами. Как он называется? Называется... Православная церковь Киевского патриархата Руси, Украины Руси. Вот так. Да. То есть русской Руси. Ну, это так называемый уже патриарх Филарет. Филарет, да. Он сначала был просто митрополит, потом объявил себя... И теперь он на протяжении 25 лет... Кстати, ему уже был 92 года. Вот такой чахнут, его проклинали, и что-то не действуют на него все эти проклятия. Благодати на нем много, наверное, сильно. Никак что-то они не отгонят. 92 года, и он благополучно живет и царствует. И тем более он сейчас заигрывать стал очень с Порошенко. И это ему как бы в тему по украинским событиям. Так, что еще? Да, значит, Киевская митрополия, во-первых, патриарх Московский перебрался, митрополит Московский перебрался сначала во Владимир, Сузы, Владимир, и потом в Москву по причине сожжения Киева татарами. Да, причем не просто сожжение, а просто жуткого уничтожения. И это как бы повлияло на то, что появилось странным образом разделение между Москвой и Киевом. И в Киеве появился с помощью Ягайла и с помощью ходатайств поляков, и вот эта речь посполит еще в свое время, появился киевский митрополит. Витовт. Да, Витовт очень тоже приложил к этому нового усилия. И они все претендовали, что этот киевский митрополит станет как бы общеправославным патриархом Севера. Московский митрополит в это время тоже долго назывался себя киевским. Да, он называл себя, потому что он так и был, согласно тому, что дали прийти. Как раз именно этот константинопольский патриархат. Но произошло такое событие, что при присоединении Киева к России после Переославской Рады было очень много данных денег константинопольскому патриарху, и писались разные бумаги и письма, грамоты о том, чтобы возобновить общение, чтобы эту митрополию отдали Москве. И патриарх Дионисий передал, есть письмо, причем в архивах сохранились документы, передал полное право и управление московскому патриарху, уже тогда московской патриархии, назначать киевского митрополита. То есть вся битва вот этой бывшей территории Литвы, которая начала потом называться Украиной, вся битва за патриарший престол... Кончилось, Владимир, письмом Дионисия. Кончилось при том, что при Алексея Михайловича... Да, письмом Дионисия, при Алексея Михайловича, да, как раз... Передали Москву. Передали, да, значит, поступили нехорошо. Полное право. Да, киевского митрополита греческого просто пинками взад выгнали, а потом уже написали письмо, как бы, ну, как всегда у нас делается. Написали письмо... Письмо было подкреплено вещество? Конечно, обязательно. Я думаю, что сейчас вся вот эта возня, что Константинополь затеял, она, несомненно, подкреплена миллионами долларов. И я думаю, что здесь эти доллары и из США, и из украинского бюджета, они идут потоком. Потому что в Орфоломии попадает вот под такое вот, как бы, два искушения. Во-первых, властью, то есть он получит огромную территорию. А второй деньгами, потому что его подкупают, это несомненно. Но самое странное в этой всей истории, это то, что он готов по ходу дела, поскольку, мне кажется, готов на то, чтобы устроить еще одну схизму православную. В московском патриархате. Да, уже не обязательно в московском патриархате. Я очень сомневаюсь, очень сомневаюсь, что все его поддержат. Потому что сейчас, на самом деле, православие представляет из себя конфедерацию, где каждая церковь самостоятельна, в своем управлении абсолютно. И Константинополь не может ей ничего навязывать абсолютно. Потому что, ну, это шарашкина контора такая на фонаре, и она никакого влияния такого не имеет. Ну, вот, например, нашим верующим, нашим, глубоко пополам этот самый Константинопольский патриарх. Но он хочет сделать из себя папу стамбульского. Уже римского Константинопольского не получится. Папу стамбульского, вот, может, маму стамбульскую. Ну, как им там больше понравится. Они в Европе сейчас любят эти феминизмы. Вот, поэтому сложно сказать, как оно повернется. Но мы с вами вот взглянули на вот эти корни. Вот, посягательство на американскую церковь, посягательство на украинскую православную церковь. Ну, и, естественно, конечно, я думаю, какое-то желание приобрести политический вес есть, несомненно. Но давайте мы теперь посмотрим с другой стороны на эту всю историю. Во-первых, нам надо понимать, что то, что делает само духовенство российское, особенно высшее, епископат, он, естественно, должен пожинать ту бурю, которую сеет ветер. Потому что если поступать со священниками, как собаками, и поступать с канонами, как со своими магнитиками, которые висят на холодильнике, на кухне, естественно, рано или поздно вызовет ответную реакцию. И то, что происходит, оно очень закономерное, естественно. Давайте мы еще более здравомысляще просто взглянем на происходящее событие. Вот я всегда привожу пример. Древняя еврейская церковь, древний Израиль. Законы, пророки, заповеди, Иерусалимский храм, жертвоприношения не помешало им обознаться со Христом. То есть они его благополучно распяли и присудили его к смерти собственного Бога по собственному закону. Как у них так это произошло? Как они умудрились это сделать? Почему они не узнали ни закона, ни пророков, не услышали, не узнали пришедшего Мессию? Да все очень просто. Они занялись куплями и продажами. Они занялись политикой. Они флиртовали с Понтием Пилатом. Они забыли то, что им было дано пророками. И внезапно пришла на них пагуба. Пришел император Тиверий с Висусианом и разрушили Иерусалим. И не осталось камня на камне на две тысячи лет. Такой термин здесь приемлемый. Фарисействовали. Я должен сказать, что нынешнее наше фарисейство больше, чем еврейское фарисейство. Потому что то, что сейчас погрузилось, то, что мы видим и представляет остатки того, что было когда-то русской православной церковью, а сейчас осталось от советского, от того периода, который мы буквально с вами помним, еще прожили эти 70 лет, оно погрузилось в гораздо большее фарисейство. И ничего удивительного нет в том, что оно не узнало Христа и не приняло Христа как суть своей жизни. Оно приняло политику, сближение с властями и деньги. И кончилось это все тем, что вот сейчас приходят вот такие пагубы, расколы и прочее, все остальное. Это естественная закономерность событий. Не думайте, что это вот кто-то там где-то за океаном пакости творит. Написано в Евангелии, что созижда церковь, но и врата ада не одолеют ее. Ну а когда оно вот такое впадает в такие вот ситуации жесткие, это говорит о внутреннем духовном нестроении. Почему, если епископ может со священником поступать недостойно? Почему, если патриарх может с епископами и священниками поступать недостойно? Почему патриарх Константинопольский не может кинуть ему в огород кучу навоза? А почему нет? Вот посмотрите, как интересно. То есть, если тебя бьют палкой по голове, то это несправедливость. А если ты кого-то бьешь, то святые каноны. Это очень хорошая политика партии. Поэтому нужно понимать, что это естественная закономерная наследственность. То, что они получают за свои дела. Увы, это мы должны, и мы все должны это признать и понимать это. Потому что это дело наших собственных рук, то, что происходит. И самое главное, о чем это свидетельствует, то, что к Христу это не имеет никакого отношения. Вот представьте себе, что сейчас начинается заварушка между московским патриархатом и константинопольским. А где Христос? А каково его отношение к этому? Как он сидит и думает, какого патриарха палкой стукнуть? Все это вранье. Она не имеет к Богу никакого отношения. Это просто обыкновенная, превратившаяся в весьма такую омерзительную фарисейскую систему, структура, которая занимается политикой и деньгами. И вот она, естественно, попадает в такой оборот. А так как мир хитрее, то попы не успевают справляться вот с этими атаками политиков. А это, несомненно, определенные политические провокации. Дальше мы должны с вами еще обратить внимание на некоторые вещи. Дело в том, что Константинопольский патриарх, несомненно, хочет реванша. То есть, вы можете представить себе, 15 век, огромная Константинопольская империя, без крайне богатая, сотни тонн золота. Европа, даже вся Европе не снилась столько, сколько Константинополь имел какие богатства. И вот это все рухнуло. Стамбул, нищета, бегство. И сейчас он даже, единственный человек, кто в подряснике может ходить. Там попы в подрясниках не имеют права ходить по закону. И вот он хочет реванша. Ему, естественно, хочется возродить вот эту вот мощь империи этой церковной. И она, идея эта, наверняка, жила. И вот теперь они как бы стали перед распутьем. Пойти на раскол в надежде восстановить эту империю, свои богатства и власть в Америке и вот за счет Украины. За счет пределов определенных украинских. И либо денег этих всех, либо за счет вот этого раскола. Ну, я думаю, это взвешивается сейчас. Еще очень важно, как сам украинский народ на это отреагирует. Потому что я сомневаюсь, что патриарх Филарет Киевский прям так вот захочет подчиниться Константинопольскому патриарху. Еще другое сомнение есть, что объявят автокефалию. Потому что это совершенно не в интересах Константинопольского патриарха. Скорее своей митрополией объявит. Либо еще как-то придумает, например, до смерти патриарха Филарета. А потом после смерти патриарха Филарета переделает это. Но то, что он даст свободу украинской церкви, это очень сомнительно. Очень. Это совершенно бессмысленный шаг для него. Только тогда точно можно сказать, что это взятка. Это точно только взятка можно объяснить такие действия. Потому что забота об украинском народе, мы не будем смеяться и плакать. Это Варфоломей заботится об украинском народе. Греки, кроме своей задницы, никогда ни о чем другом не заботились. Это их интерес. Кстати, сейчас вот что интересно. Насколько все повязано. Греки не дали митрополиту Варфоломею, управ делами Московской патриархии, визу в Грецию на Афхо. Вот прямо сейчас на днях. И еще русским попам там многим не дали. Потому что боятся, что в Греции провокацию какую-нибудь устроят. Потому что это же все-таки греческий патриарх Варфоломей Константинопольский. Но он все равно греческий. И боятся. И уже даже нашим попам не дают визы в Грецию. Все очень политически связано. Имеет очень глубокую закономерность. И поэтому все эти пределы, по сути дела, они же принадлежали грекам. Они же приехали нас крестить. И вот у них вот эта жаба поповская осталась, которая давит их, что они потеряли Константинополь, потеряли вот эту огромную державу в виде Руси, в виде православия, которая вот укоренилась в российских пределах. И эта жаба давит их. И они все надеются, что как-нибудь удастся им прибрать к рукам. Но хоть не всю, но хотя бы частично Украину. Но еще один момент важный. Я думаю, конечно, в этом замешаны политические силы большие, которые здесь все продумали и определенные тоже, да. Это явно перед выборами Порошенко. Да, да. Перед выборами Нарвине. Ну, я думаю, кураторы из Вашингтона тоже к этому прикладывают очень большие силы. Имеет влияние. Да. А на то, что они имеют фарафономию влияние, его давно уже называли агентом ЦРУ. Это все больше и больше. Не знаю, как агентом ЦРУ, но масоном его не называл только ленивый. Еще в 90-е годы. Да, да, да. Но дальше, что я хотел сказать. Бог с ними всеми. Еще раз скажу важную вещь, что это наше дело наших рук. Мы сами это сделали. И мы сами это пожинаем. Вот если раздеть Патриарха Кирилла и раздеть Митрофлита Варфоломея, это будут два старых деда. Ничего там светиться не будет. Будет два голых старых деда. Ничего там другого больше не будет. Благодати вы никакой не заметите. Разница может быть только в растительности. Будет у кого-то больше, у кого-то поменьше. Больше вариаций не будет. И то, что они посевают, то, что они делают, они делают далеко не во славу Божию. Один с одной стороны дует, другой с другой. Оба достойны того, что вот они сейчас совершают. Ну и естественно, если Господь отступает своей силой и благодатью, бесы правят бал. Они вот сейчас будут раскручивать вот эту папскую карту, новую схизму. Уже такую московско-константинопольскую, восточную схизму. С разделением церквей. Посмотрим. Поясните, что такое схизма. Схизма это, когда, ну будем говорить, более две равновеликие величины. Не так, что там царь и конюх. А вот два царя поругались между собой и прекратили общение. То есть телеграммы, например, не присылают, друг другу с Новым годом не поздравляют. Вот так и здесь. Но только поздравлять, конечно, не будут с Пасхой и не будут вместе служить литургии. Вместе приобщаться к святых тайн. То есть будут считать, что это вот... Ну и конечно начнут объяснять, что тот свинья, та свинья будет другую свинью обвинять. Это естественный ход процесса. Кто больше хрюкнет, кто громче. И будут проклинать друг дружку. Как было у нас с Папой Римской. Первой великой схизмой называют схизму 1054 года. Она, кстати, тоже долго готовилась. Я думаю, лет сто. Вот это напряжение росло. Росло между римским Папой и Константинопольским патриархом. И в 1054 году оно достигло такого апогея, апофеоза. Когда были провозглашены друг другу анафемы, проклятия. И каждый хотел доказать, что вот он именно с Иисусом Христом. Там же где-то и этот год смерти Ярослава Мудрого. Да, но Россию это тогда совсем не касалось, потому что она не принимала в этом практически участие. И Киев был очень богатым городом в это время. И наверняка имел большое влияние. Влияние-то имел, но вот 86-я, по-моему, я не ошибаюсь, метрополия, в то время был Киев, 86-я метрополия Константинопольского... Мы касались этого. Да, мы касались этого. В тот момент, я должен вам такую просто маленькую историческую справку дам оборот. Бюджет Константинополя составлял 200 тонн золота. Тогда не было долларов. И поэтому миллиардов долларов невозможно было измерять. Только в золоте измеряли. Не было США. И не было фантиков зеленых. Поэтому 200 тонн. При том, что в этот момент бюджеты всех королевских дворов Европы не превышали 5 тонн золота. То есть в 20, в 30, в 40 раз, в 50 раз превышал, богаче был император Константинопольский, чем какие-то там удельные князьки. Ну, Киев тоже был, конечно, очень богатым в то время городом серьезным. Но все равно по значимости с Константинополем никак не мог сравниться. Вот когда уже ограбанул Мухаммеддин II Константинополь и прибрал его к рукам, вот тогда они узнали, что такое бедность. И они уж тогда тоннами не измеряли бюджеты. А, к сожалению, ну, такой вот период был, что между Восточной Церковью и Западной накопилось очень много разногласий. И оно вот таким образом... Это называется Великой Эсхизмой. Да, это называется Великой Эсхизмой. Разделение между католической и православной церковью. Ну, они были тогда обе православными. Это мы сейчас называем католиков католиками, потому что это уже что-то иное. Оно приобрело свою отдельную жизнь, такую непохожую совершенно на церковь. За столетия. Да, за столетия. А то было практически одинаково, разницы не было никакой. Кстати, между прочим, я очень задумался, что это нам определенное наказание за вот якшание с Папой Римским. И вот то, что Кирилл ездил на Кубу сливать там нас, как говорится, западному понтифику, сливать русскую православность, это естественный ход событий. Сейчас мы получаем вот это... обратно получаем вот эту оплеуху такую... Доигрались. И это... Однюдь, ну, нельзя с Богом так поступать. Нельзя. Это... Еретичество, оно внутреннее стало нашим состоянием. Ну, естественно, это придет таким плачевным, приводит к таким событиям. Я уже... Можно... Конечно, конечно, конечно. Как раз вот в эту же тему. Я бы еще коснулся 90-х годов, как если люди, которые следили за этими вещами, могут вспомнить, что нынешний наш патриарх... Да, тогдашний митрополит. Тогдашний митрополит Смоленский и Калининградский занимался продвижением экуменизма вовсю. Это ученичество Никодима Ротова. Да, Никодима Ротова. Это его идея еще. И вот он так это все продвигал, так усиленно там в Зимбабве они ездили на какие-то вот эти... В Женееву постоянно экуменистическое движение, конференции. Конференция, ага. И вот он с этим практически с вливанием с Западом, с это вот, они играли все, играли. Они играли, играли. Значит, потом РПЦЗ они притащили, вот, повратались. А тогда, кстати, назывался отдел внешних сношений. Да, да, да. У нас даже в семинаре ходил анекдот, что пока Кирилл был молодой, то были внешне церковные сношения. А потом его бабаццы в конце 90-х годов переименовали в отдел внешне церковных связей. Ну, и мы с вами, студенты, говорили, сношения закончились, а связи остались. Вот так это студенты семинария снились. Их это слово никоим образом не утручало, но, в общем-то, сношались они. Ну, досношались, да. Вот, и притащили эту РПЦЗ, которая, я просто хотел бы отметить, пусть эта РПЦЗ не входит в эту, может быть, систему, а может быть, входит. Я бы сказал так, вся западная система, она входит в одну единую систему. Конечно. Они все между собой взаимосвязаны. Конечно. И то, что притащили вот эту, я лично называю эту ехидну, эту РПЦЗ в нашу систему, якобы побратались, сразу же, вот в 90-е годы, все более-менее государственно-патриотически мыслящие люди, они были едины. Они были и церковные, православные, и советского... И одинаково мысли. И одинаково мысли, и гибли на баррикадах в 93-м году вместе, плечом к плечу. Но как только эта РПЦЗ ехидна появилась в наших кругах, сразу притащила вот эти белоэмигрантские клеветнические настроения, которые поливали грязью все советское и желали реванша, желали все уничтожить. И вот это вот, вы посмотрите, что сегодня творится с православным народом. Они все просто чпокнули на антисоветчиках. У нас почему-то хотят убедить... И это тоже. Ведь Иларион, который стал преемником на внешнецерковной связи после Гундяниева, он повел ту же самую гнуснейшую пещерную антисоветскую политику. То есть они пошли против большинства народа. Народ-то видит, что творилось исторически, и расценивает это просто как неприемлемое что-то. И вот сегодня церковь у нас с РПЦ, она встала перед фактом, что вот количество прихожан уже ограничено. И не просто ограничено, а еще наоборот меньше. Может быть, наверное, меньше и меньше становится. Конечно. Ну, в общем, доигрались они с Западом. Доигрались. Тут же еще один важный момент надо заметить. Дело в том, что украинская церковь Московского Патриархата, это где-то около 7-8 тысяч приходов. А всего в Русской Православной Церкви около 30 тысяч. То есть, если сейчас Варфоломея дерет этот кусок, это треть нашей церкви. Можете представить? То есть, это из 30 тысяч 20 останется. То есть, это треть. Это не 10%, не 5%, а это третья часть. Ну, неудивительно, потому что именно оттуда все православные традиции пошли. Это все-таки Киевская Русь, никуда здесь не денешься. Всегда там была очень большая плотность. Да. Очень большая плотность. Когда это все началось на Украине, и начался, вот, раз мы уж сами добровольно развалили Советский Союз. Ну, естественно, было дать и в начале 90-х годов дать было автокефалию Украинской Православной Церкви, пожалев людей, пожалев просто людей. Почему? Потому что нам тут хорошо об этом рассуждать, философствовать. А там они за веру плотят кровью. Чтобы вы знали, там в начале 90-х десятки убитых священников, десятки убитых прихожан, захваченные приходы, сожженные храмы. То есть, мы как бы, Украина у нас разменная монета. То, что наворутили там раньше мы, они теперь расхлебывают. И им, чтобы сохранить вот эту принадлежность к московскому патриархату, вот, очень дорого обойдется людям. Очень дорого. Везде, где только будет возможно, государство будет продавливать, выходять прихожан и все. Тем более, сейчас это очень просто сделать. На Украине принят закон о том, что община сама выбирает себе конфессиональную принадлежность. То есть, достаточно подкупить 10, там, 15-20 человек из общины, они пишут заявление, что они переходят в патриарху Варфоломею, или там еще кому-нибудь, или в автокефальную церковь, или в униаты переходят. И всех выгонят православных, а храм отдадут вот этим 10-20 людям, которые будут составлять общину церковную. А если будут возникать судебные преференции, суд наверняка склонится к украинским интересам. Несомненно, это судебная система, это система насилия над людьми. И будет принимать несправедливое решение, а в интересах Украины, то есть украинской власти фашистской, которая сейчас там существует. И, естественно, будет против, все против России. Поэтому это будет что-то наподобие с Донбассом. Когда люди, понадеявшиеся так же, как вот на Крым, и ведь ничего бы не было, если бы мы тогда забрали Донбасс и Луганск, была бы такая же точная ситуация, как сейчас, только войны бы не было. Никто бы нас не тронул, что за Крым кто-то нас, что-то было нам за Крым? Ничего, нас никто не полез. И здесь бы было, ну мы прогавили это, они нас, видно, чем-то купили. Ну, как всегда, наверное, бы сказали, мы Крым признаем ваш. И мы лоханулись и не взяли Донбасс, и не взяли Луганск. И эти миллионы людей в кровь кинули. И теперь у них там беспрерывная война. Они, можете представить себе, что такое разрушенные дома, школы. Все, они не живут, а на войне живут постоянно. И как бы мы не восхищались их героизмом, они очень в несчастной ситуации пребывают сейчас. Это ужасно все. А теперь мы их кидаем, украинский народ, вот в эту церковную схизму. Когда будут убивать прихожан, занимать приходы, выгонять, епископы будут перебегать, туда-сюда писать покаяние, переписать там бумаги, кто куда, и будут переходить в разные другие церковные номинации. Это будет сейчас. Я думаю, мы это вполне увидим. А уже потом Варфоломей подумает, что дальше делать. Он сейчас, я думаю, не принял решение еще. Если доживет. Да, если дотянет, да. Да, приедет какая-то другая гнида, будет следующая гнида. И будет это самое. Поменяется одна гнида на другую, и ничего толку не будет с этого. Хоть московскую гниду поменяется. Представляете, он сейчас раз приедет и будет в Киеве патриархом там сидеть. В Варфоломей. И кафедру перенесет из Константинополя в Киев. Скажет, в связи с пленением неверными там вот мусульманами, перенесет туда. А попа, на какого попа, не меняй, разницы не будет. Вот, поэтому здесь ситуация сейчас очень плачевная. Я думаю, что она будет, конечно, какое-то свое развитие иметь. Сейчас большую роль сыграют другие патриархи. Я думаю, что огромное значение будет иметь решение Иерусалимского патриарха, Антиохийского патриарха. Также будет огромное значение иметь, конечно, поменьше, но всякие там сербские, болгарские, румынские патриархи. Это уже как бы такие, они даже моложе, чем русская православная церковь. Но вот древние патриархи будут иметь большое значение. Думаю, что грузины сыграют свою роль. Почему? Потому что у них тоже большая неприязнь к Москве. Это, естественно, Абхазия и Осетия. И поэтому там тоже у них вот эти проблемы с этими оторванными кусками канонической территории. Кому должна Абхазия и Осетия подчиняться? Вроде грузинскому патриарху. Но это искусственно присоединил Сталин. Абхазию она никогда не входила. Абхазское царство старше грузинского она никогда не входила в Грузию. Зачем его туда запихнули? Хочу важную очень вещь сказать. Дело в том, что правда вот та, которая выдается телевизором и прочим. Вот сейчас с Украиной творится и прочее все остальное. Она, естественно, не является правдой. Почему? Потому что в ней намешано такое количество разных интересов со всех сторон, что получается такой серо-буро-малиновый плащик разноцветный. Или компот из сухофруктов, в котором каждый пытается выставить себя главным. То есть, каждый показать какую-то свою справедливость и приводить свои аргументы. А здесь я должен, еще я не буду очень окунаться в это сильно, потому что я сейчас, если пойду в биохимию головного мозга, я вам начну объяснять, рассказывать, как работает человеческий мозг, могу объяснить вам простую вещь. Дело в том, что тигр, если ест оленя, он не переживает духовно. Ему все равно. Вот он прыгнул, ему инстинкт, он должен кушать, он ест оленя, и это все нормально, естественно. А у человека вот проблема. Мы, кстати, страшные людоеды. Кроманьонцы сожрали неандертальцев и вообще даже не квакнули. Мозги прямо ели ложками из головы. Люди очень всеядные и по своей истории страшные людоеды. Как бы мы себя красиво там не называли детьми божьими, там все что угодно, но история показывает, к сожалению, вот такие вот очень верные вещи. Мы имеем историю людоедов. И борьба за доминирование, за превосходство, она, естественно, идет двумя путями. Первое, если я могу взять дубину, стукнуть по голове, убить и съесть. А второе, это очень трудный путь, потому что могут взять дубину и меня тоже стукнуть по голове и сожрать так же. А есть более простой путь, это охмурение. Путь бесконечного говорения красивых слов и одурманивания. Вот то, что произошло с нами, с Советским Союзом. Нам навешали лапши, мы добровольно разделись догола. Вот мы были все, у нас была наука, культура, огромная держава. И нам наплели войны про то, что мы, значит, бесчеловечны, что мы там безнравственны, что мы отстаем во всем, что мы тупые. И мы, вот эта верхушка, верхушка государства, кто тогда был у власти, она возглавила это предательство. И теперь, естественно, дальше идет череда предательств. Вот мы предали эти все народы, которые составляли, мы именно людей предали. Народы предали, которые составляли внутреннюю сущность Советского Союза. Евросоюза, государство составляли, ядро государства. Мы их предали. Они попали в разные какие-то... Кто-то бабаем подчинился, кто-то попал в Евросоюз, кто-то куда-то, что-то где-то. Ну, в общем, раздербонили. При Балтику одни, Туркмению другие. И теперь, естественно, череда предательств дальше. Ну, мы их предали. Почему Украина нас не может предать? Украина нас предает, потому что она теперь... Это государство предатель. Украина вообще всегда была предателем. Мы можем вспомнить Мазепу там и прочее. Это всегда было. То есть, кому выгоднее, туда и кидалось. Территория предательств. Да, да, это территория. Видишь, мне так отец всегда говорит. Говорит, он всегда говорит, только было предательством. Жило всегда предательством. И поэтому, естественно, раз предложили что-то там из Америки, денег или еще что-то, естественно, на ту сторону переметнуться. Этот же Мазепа Карлу XII уже спокойненько, ничего не изменилось. Но оно ничем хорошим не кончится, потому что кормить будут только русские. Никакие Карлы XII, ни Крымский хан, ни Турецкий султан, никто не будет их кормить. Ни Польша, никто. Только русские. А сейчас это просто игрище. Разворовать, раскрасить, убить и потом бросить, чтобы мы хоронили трупы. Потому что это наша земля, наша история, это наше все. Так вот, вернемся к моему начальному разговору. Все красиво выглядит, когда говорит Константинопольский патриарх. Это бывшая митрополия их, это тот и сё там много. Все красиво выглядит, когда говорит Московский патриарх. Это тоже наша колоническая территория и тому подобное. Но в результате, конечно, Христос. И правды Божьи никто не ищет. Просто человеческое словоблудие. Политическое, денежное словоблудие. Нет там давно никакого Христа. Нет уже давным-давно. Потому что к Нему это не имеет никакого отношения. Патриарх Парфоломей хочет убедить, что Христос у него на стреме стоит, на фонаре. Патриарх Кирилл хочет убедить, что Христос у него на стреме, там, не знаю, в троте Сергея Лаври сидит или на чистом переулке. Но нет его ни там, ни другого. Никто не предъявит ни другой. Это просто красивые политические заявления, красивые политические слова. На самом деле они руководствуются только чистым политическо-денежными интересами. А вот если мы задумаемся о действительно той правде, которая евангельская правда, оно все будет выглядеть совершенно-совершенно по-другому. Это будет необходим мир, необходимо взаимопонимание, необходима любовь и забота о людях. Требовать какой-нибудь патриарх, или кто-то там, фейсбудвикзарх, или кто-то там, он не был, хоть повар, хоть экклезиарх, хоть кто угодно, требовать какого-то послушания у людей, у священников, у народа во имя Христова, можно только тогда, когда ты имеешь к этому народу безграничную любовь, самопожертвованную любовь. А иначе почему тебе должны слушаться? Ну понятно, вот отца и матерь слушаются дети. Почему? Потому что отец и мать умрут за своих детей. А если дети не нужны родителям, их забирают в детский дом. Так же и здесь. Мы пасынки, мы не нужны ни Константинопольскому патриарху, ни московскому. Мы нужны как деньги, мы нужны как влияние политическое, как власть, для власти нужны. А никакого на самом деле евангельского духа давным-давно в этом нет совершенно. И естественно, все события происходящие, нравится нам это или нет. Нет, евреям тоже крайне, наверное, не нравилось, когда Веспасиан год их морил голодом, они стали есть друг друга, и когда он разрушил Иерусалим и сжег его. Я думаю, евреям это тоже очень не нравилось. А это было всего лишь через 30 лет после распятия Христа. А почему нам должно нравиться? Мы такие же предатели, мы так же все это совершили. Мы предали свой Советский Союз. Мы предали не Советский Союз, а свой народ, живший в Советском Союзе. И причем оклеветав его, потому что все неправда. Те смыслы, за которые деды наши умерли на войне. Да, если был дурак какой-то там в истории, это не значит, что нас надо за это всех казнить. Так вот, они защищают, правда в одном, они защищают свои интересы, а мы защищаем свои. Они хотят жить богато, драть весь мир, то есть Африку, Латинскую Америку, все остальное. То есть со всего собирать деньги и жить богато и хорошо. А мы тоже хотим хорошо жить. Мы тоже хотим хотя бы немножко вернуть тот Советский Союз. Хотя бы чуть-чуть что-то из того, что была империя и Советский Союз. Все, что мы растеряли. Все, что мы трагическим образом растеряли. И вот это сейчас идет, я бы сказал, это идет продолжение разрушения Царской Империи, продолжение разрушения Советского Союза. И Варфоломей это еще один из вот этих камней, который вот там в этом деле засел. Тут нам деваться некуда. Орудия ЦРУ. Да, да. Деваться нам некуда. Но если бы наши были, действительно благослужили и старались возродить русские традиции нашей духовности, было бы совершенно все по-другому. Какие традиции кто возрождает? Что возрождается сейчас из вот того русского народа, который был тысячу лет? Вы что, не слышите, что претензии к Украине, что они не такие, да они предатели. Им там все понятно. Страна, мы страна агрессор, а не страна предатель. Ну естественно, представьте себе, как мы можем, не можем быть страной агрессором, когда они страна предатель. Они нам, Черноморский флот, хотели уничтожить, русские, рубежи наши южные. Ну естественно, мы имеем полное право дать им в ухо. Вот сосед вам поджигает забор. Он вроде не заходит на вашу территорию, но его ударил в ухо могучей рукой. Ну получили в ухо, ну что они хотят? Ну естественное событие. Главное теперь, кто кого перебрешет, кто громче кого будет кричать. Поэтому лингвистика сейчас, это вот современная, это источник вранья, чтобы больше и больше красивее врать. Вот я хотел бы вот к этому трезвомыслию всех призвать, чтобы люди понимали, что когда орут, что с нами Бог, это неправда. Бог не будет стоять на стрёме, пока будут одни грабить других. А мы так хотим. Вот нам хочется, вот что с нами, правда, вот нам показать, а с ними нет. Так не бывает. Она, вот этот компот настолько перемешан, что говорить о какой-то вот, ну прям вот правде стопроцентной у кого-то, невозможно, совершенно невозможно. Когда начнутся вот сейчас исторические препирательства, начнутся, кто кому сколько должен, это тоже всё неправда, потому что история греки и унию подписывали, и в Ереси разные впадали, вместе со всем своим патриархатом. И тут в самом выигрышном положении будут старобряться, потому что они ни в одно из этого всего дерьма не влезли, из-за того, что мы умудрились вместе с греками повладать. Без поповцы. Да, 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 ещё и без поповцы, да. Ну и более, самое главное, ещё тоже такое буквально несколько штрихов, это то, что это всё, что происходит, оно, конечно, антирассудочно, антинаучно. Это просто поповская возня, бредня какая-то совершеннейшая. Это не может ни к Богу, никому не может иметь отношения, ни к правде никакой. Это просто делёжка бабла. Делёжка бабла, делёжка власти, увы, так бывает. К сожалению, оно было и раньше, и сейчас оно продолжается это. Не останавливается ни на минуту. Ну а греки, греки всегда были коварными, лукавыми и хитрыми. И то, что он сейчас затевает, это только в его интересах. То есть, я думаю, вряд ли какая-то автокефалия, скорее всего. Смотрите, одновременно и Ципрос повернулся от России. Да, 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 одновременно прямо, да. Я думаю, это какие-то сговоры какой-то. Они будут решать свои автокефалии, навряд ли, а будет что-то такое вот подхрестное, подхрестное. Ещё раз повторил. Пока наши так называемые иерархи и правители перед Западом ищут каких-то в них вхождений в их... Да, да, да. Лебезят перед ними и так далее. Прямо вот бегают там на Кубу в столовой, там их принимают в аэропорту. Ну пока вот это вот творится, какая-то очень умная сила, очень расчётливая, производит удар за ударом. И вот этот вот удар очень опасный. И вот смотрите, что у нас творится с Украиной, с нашими народами. Это и так потрясающая тяжёлая история, а тут ещё такой клин, очень удачный воткнут, очень удачный. Пока что ничего на самом деле нет. Два экзарха, это ещё ничего не значит. Это первая ласточка такая, да. Правильно говорить, что зависит от разума народа. Да, ну возможно всё, всё возможно. Всё возможно. Ну раз был возможен первый раскол, почему не может быть возможен второй раскол? Если Бог отвернулся от Иерусалимского храма, почему Он не может от нас отвернуться? Не думайте, что мы так хорошо пахнем Ладаном, что прямо он принюхивается к нам, и ему нравится. Это неправда. И не надо говорить о том, что с нами Дух Святой там и прочее, всё остальное. Не может быть общения с Ветой и Тьмой. Вот иеретики есть иеретики. И вот сейчас одни иеретики начнут других иеретиков проклинать. И так и будет. Поэтому не какое-то красиво кричать, любой сектант будет кричать, что он самый мудрый, самый истинный. Это признаки шизофрении. Думать надо уметь. Надо уметь думать. И если поступать правильно сейчас, то, конечно, в симбиозе с правительством, с властью, с возможностями, надо отстаивать свои интересы нашего государства российского максимально. А мы имеем право давать предателям по мордаму. Ну что же делать? Это надо, они уже заслужили, должны получать. То, что они там, кто-то, кто-то, у нас сейчас очень много либералов развелось. И кричат о том, что ну вот дурные все, а там-то вот и демократия, справедливость. Ну что, вот хорошо. Вот собралось 10 волков над бараном совершать права человека и демократию. Какой бы баран ни был святой, волки его все равно осудят на смерть. Потому что им надо кушать. И никогда ни Германия, ни Америка не поступят со своими интересами ради России. Никогда. Только то, что выгодно. Они воспринимают нас как большого барана, которого можно вот в жертву принести и сожрать. Люди точно такие. Не верьте, когда им говорят, что там демократия, справедливость, все. Это внешние проявления для того, чтобы баранам было хорошо жить вроде бы. И когда один из них ночью исчезает, никто особо не удивлялся. Потому что ну волкам кушать-то ведь все равно нужно. И наша сторона такая же. Мы тоже защищаем только свои интересы. Не могут они быть плохими, мы хорошими. У Бога все народы Его. Весь мир принадлежит Богу. Не может Бог любить русских и не любить китайцев. Иначе это не этого Бог, не этой вселенной. Это Бог какой-то местного клана, местного божок такой каменный, который в чуме стоит и ему кровью губы мажут и поклоняются. Чтобы он был довольный и сытый. А в реальности все просто защищает свои территории и свои интересы. Американские волки защищают свою территорию, русские медведи защищают свою территорию. В этом только правда. И патриарх Варфоломей подвывает американским шакалам, наш подвывает нашим шакалам. Койотам. Койотам, да. Медведям. Разницы нет никакой. Поймите, мы должны здраво к этому относиться. И защищать интересы своего народа, защищать интересы своего отечества. А уж вера, вера, это очень интимная вещь. Это ваше личное отношение с Богом. И никаким там патриархам и еще кто-то не имеет никакого отношения. Это вот ваше личное отношение со Христом. Какова ваша совесть, какова ваша душа, какой ваш разум. Так и ваше сердце, так и будет вам, такой вам будет Христос. Вот сейчас вот пример вот с расколами православных. Как раз говорит, что ни с тем, ни с кем Бог. Сейчас каждый начнет кричать, что с ним Бог. Нету там ничего. Там есть только жадность и хитрость. А Бог, Он там, где смирение, любовь, послушание. Вот именно в душе человека. Там, где может душа встретиться со своим Создателем. Об этом надо очень необходимо помнить. Ну а наше каково дело? Я думаю, что мы должны выражать свою мысль, мысли свои, выражать свое понимание, осознание того, что происходит и защищать интересы нашей крови. Наши ручьи и реки, горы и моря. Нужно защищать наши интересы, не то, чтобы они нас сожрали, как там с дерева за ногу дернули и сожрали. Они найдут нам, что на нас клеветать. Найдут, что уговорить, там бесконечное количество клеветы. А нужно защищать свои интересы, бороться за них, бороться за эти интересы. Ну и, наверное, уже, конечно, будет еще зависеть от того, как нам, как в Византии всегда говорили, как с императором повезет, как вот оно и будет. Ну, может быть, еще какие-то у вас, Жень, может какие-то вопросы есть или какие-то мысли? Может, что-то пропустил? Наверное, все предельно понятно. Может, понятно то, что события интересные и за ними надо следить. Потому что, я говорю, что это, в общем-то, очень мощный, хитрый удар, хитрый. Он нанесен в такую область, которая, по-видимому, эта область будет где-то определяющей во многом. Вот есть истинные святыни, сам Христос, как дар людям духовности и нравственности. А есть очень много ложных святынь, очень много. Эти ложные святыни, они, ну, вот сейчас барана зарезали, мясо есть. А в данный момент это мясо и шерсть, и шкура святынька. Вот так западный мир. Кричат, что кто-то не демократии, выборов нет. И начинают бомбить там Хусейнов и Каддафи убивать и прочее все остальное. В результате получаются еще более страшные вещи. Но они этого не замечают. То, что там идет гражданская война, миллионы убитых, это нормально. Ну, как бы, ну, что по-другому сделать-то? А если, ну, не дай Бог, что-то там у нас случилось, то хуже нас нет. Мы прокляты просто Богом. Поверьте мне, ни святая конституция, ни блаженная демократия, ни боги современного либерального и западного демократического мира не имеют никакого... Это лжебложные боги. На самом деле имеют смысл только зубы, когти и атомные бомбы. Все остальное это для дураков, чтобы они вот сидели и млели о том, что там Ди Каприо поцеловал Анжелину Джоли. И они вот это и счастье, и радость, и плакали над этим. На самом деле в политике нет ничего такого. Ни добра, ни правды, ни справедливости. И все эти демократические, европейские государства только красивые слова. На самом деле они оторвут вам кадык, выгрузут вам горло и выкроют вам глаза, чтобы вы не видели, не слышали и дышать не могли. Пример Ливия. Вот что сделали из процветающей страны? Четыре клана и бесконечная гражданская война. Все. Больше ничего сейчас из нее не осталось. Вечная война в Ираке. ИГИЛ в Сирии, созданной американцами. Вот вам вся справедливость и вся вам демократия. Не верьте никогда, не прислушивайтесь тому, что вот американским волкам вдруг очень важно будут, как живут русские медвежата. Чтобы им в берлогах было тепло, сухо там или прочее, что-то остальное. Или вообще они действуют по какому-то особому духоносному, такому вот мировому сценарию справедливости. Сожрать самая главная их справедливость. Сожрать соседа. Обезьяны знаете, как друг дружку жрут? Шимпанзе внизу сидят и смотрят, как эти балаба прыгают по веткам наверху. Если одна упала с дерева, они ее тут же сжирают сразу. Живьем она кричит, а они уже ее едят. Руки, ноги ее отъедают. Даже не удосуживаются ее за души. Так же и люди точно то же самое. Не думайте, что кто-то там пожалеет или еще что-то. Правильно Путин тоже сказал. Нам надо, чем мы сильнее становимся, тем нам тогда хорошо. А чем мы слабее, тем тогда мы никому не нужны. В общем, киевский патриархат, видимо, будет отходить. Так? Да, я думаю, что скорее всего, если мы сейчас не приложим каких-то очень серьезных усилий, то есть... Воздействие на другие патриархи. Да, если мы сейчас не договоримся со всеми остальными патриархами, то Варфоломей решится на какие-то определенные действия прибрать к себе часть бывшего нашего Советского Союза. Правда, есть еще интересные моменты. Если, конечно, сейчас Порошенко что-то рыпнется на Донбассе и наши бабахнут там хорошо, и мы так пару областей заберем, ну, будет много крика, конечно, там, Путарать и прочее все остальное. Но, я думаю, патриарх Варфоломей сразу затихнет его риторика, и он не захочет на Украину совершенно. Чем больше будет... Я уверен, вот если тогда Донбасс в Луганском забрали, уже сейчас бы Херсон, Николаев, Одесса, давно бы уже провозгласили себя независимыми, и Харьков, несомненно, тоже, да. То есть основная часть была бы... А то пусть забирают Польшу, что Сталин отобрал, вот это, Галичину с сумасшедшими... А вы знаете, есть один такой маленький нюанс. Потом, правда, когда мы Варшаву возьмем, то оно войдет в состав... А так все сложно накручено, вы не представляете. У меня друг, родственник, и друг, и родственник. Он родом с Нововолынска. Ну, это самое западенское, так сказать, понятно, да? Буквально месяц назад приехал оттуда, ездил к сестре навещать. Меня поразило, он мне показал фотографии с Женгерой. Смотри, в центре города Нововолынска стоит памятник советскому воину, охраняемый властью местной. Никто ни в коем случае не трогает все цветы, все ухоженные. Это западенская Украина. Вот тут опять... Это вот как все сложно, посмотрите. Ну, да, я согласен с вами. Тут, понимаете, то, что разорвать 300 лет связи, они не смогут еще очень долго. Как это вот все по-разному? Насколько по-разному? А кроме того, там лежат их отцы и деды в этих... Думал, и уже протрезвел. А кто-то начинает безумно... Это моя бабушка, помню, говорила, бабушка. Вы думаете, что голод на Украине пришли русские и сделали? То есть приходили русские, забирали хлеб, и народ умирал. Свои приходили. Свои, никто ниоткуда не приезжал. Вот они хотели выслужиться перед советской властью. И довели до такого голода, что умерли миллионы людей. То есть это... А сейчас хотят выслужиться перед американской властью. И хоронят миллионы людей. То есть эта страна-предатель. Эта страна-зрадник, как по-украински говорится. Предатель. И она, естественно, будет... Вот эта территория, она всегда такая была. Наверное, это благодаря Батырию. Там много героев. И много предателей. Ну, это, естественно, всегда было. Да, это всегда так. Давайте будем здравомыслящими людьми, научными людьми, современными людьми. И даже вот в том, что произошло, и особенности сейчас вот в этом новой схизме, в грядущей, в грядущей новой схизме, новом таком внутриправославном расколе внутриправославного мира. Кстати, еще одну, сейчас будете смеяться. Появилась новость о том, что из Троицы Сергиевой Лавры хотят сделать столицу русского православия. Кстати, это было еще, знаете, это было во время революции. Идея была такая о создании русского Ватикана. Ну, будет три папы римских. Будет Московский папа, Константинопольский и римский. Ну, может, еще кто-нибудь себя папой провозгласит. Это же все во имя Иисуса Христа. Вон он там. Если не верите, за углом стоит. Пойдите, спросите его. Он вам все подтвердится. Вот так, Жень, к сожалению. Ну, вот такова ситуация. Будем надеяться на мудрость, благоразумие, на здравомыслие. Спасибо. Спасибо всем. Наилучшими пожеланиями. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok